Эуросианит, США. Денежные переводы из России в Центральную Азию снова растут. Сэмбуте. Эуросианит, США. 24 мая 2019 года. По данным Центробанка России, из 13,99 миллиарда долларов, отправленных в 2018 году частными лицами из России в другие страны члены СНГ, около 68,1% пришлось на эти три государства. Для сравнения, в 2016 году эти цифры составляли 10,1 миллиарда и 63,3% соответственно, а в 2017, 12,9 миллиарда и 67%. Особенно зависимо от перевода в Киргизию и Таджикистан, так как слабые экономики этих стран создают мало рабочих мест, вынуждая сотни тысяч граждан искать работу за границей, часто в России, где они занимаются сезонным трудом, обычно в строительном секторе. Масштабы этой зависимости становятся особенно очевидными, если сравнить объемы денежных переводов с валовым внутренним продуктом этих государств. Согласно данным Всемирного банка, переводы эквиваленты 31,3% ВВП Таджикистана и 32,9% Киргизии. До последнего кризиса в России эта цифра была еще выше. В 2013 году Таджикистан получил сумму, равную почти половине ВВП страны. Более того, на макроэкономическом уровне приток денежных переводов способен влиять на обменный курс в странах-получателях посредством явления, подобного голландской болезни, повышая курсы местных валют и удорожая экспортируемые этими государствами товары. Исследования указывают на то, что денежные переводы обычно приводят к увеличению потребления домохозяйствами неторгуемых товаров и, в конечном итоге, ведут к удорожанию валюты. Как в Таджикистане, так и в Кыргызстане эффект голландской болезни усугубляется тем фактом, что в экспортной корзине этих стран преобладают такие товары, как золотое и серебро. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.